Сюда, в Columns, помещаем зависимую переменную, причем ту, для которой мы сняли миссинговые коды. Все должно разместиться. А здесь все те самые, которые и были. И заново запускаем через Paste. Вот этот синтекс. И заново исправляем то, о чем я говорил. Setting Numbers уже компировать не надо, оно продолжает действовать. А вот здесь ставим None, и здесь ставим Exclude. Запускаем. Получаем вот такой Custom Table. Все то же самое здесь слева. А справа мы получаем 4 столбца, и нас интересует. Именно столбец один из двух. Либо с непосещением, либо с посещением. Ну, возьмем с участием в профсоюзе. И для аналогичной организации. Возьмем участие. Но предварительно снова возвращаемся в наш файл. Удаляем из него все переменные, которые не имеют отношения к делу. В том числе ID Number, вес, все отдельные переменные по странам. Все это удаляем. Остаются только предикторы, зависимые переменные и вес. Дальше мы удаляем всех респондентов. Сохраняем этот файл под новым именем. И переносим сюда, в соответствующие столбцы, данные из Excel. А именно, переносим сами данные. В столбец Wait, или Count мы можем его назвать. Переносим данные из Count. И в столбец, соответствующий зависимой переменной. Переносим данные из вот этого столбца. И получаем снова наполненный массив, но только уже с профилями. Мы видим, что как раз о чем я и говорил в данном. В профиле у нас три респондента. И три из них состоят в профсоюзе. В этом профиле один респондент и один состоит. В этом два респондента и только ноль состоят в профсоюзе. Мы видим, что здесь у нас...